Рынок Форекс. Терра инкогнито финансовой индустрии. Опасен, непредсказуем, неконтролируем. Главные мифы о рынке Форекс с Яном Артом и другими экспертами. Форекс? Это же нелегально. Бонусы? Бесплатный сыр бывает только в мошеловке. Рынок Форекс вообще не контролируется. Кают никак не защищен. Все Форекс-дилеры – жулики. Форекс – это пирамида. Они показывают фальшивые котировки. Форекс-дилеры не выводят деньги клиентам. Во всем мире Форекс вне закона. Вам, предваритель, давно уже пора лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременные истерики. В продолжение темы того, что Форекс – это вообще ужасно, и это очень плохо, сомнительно и вообще жульничество. Ну, какое основное обвинение мы слышим, обвинение в кавычках в адрес рынка Форекс, когда заходит о нем речь, очень часто с неискушенными людьми. Звучит это так. Форекс – это пирамида. У нас все научились говорить о финансовых пирамидах. Благо, российская аудитория горьким опытом уже познала их на себе. И теперь мы немножко перегибаем палку в другую сторону. То мы несли деньги во всякие русские дома селинга, какие-то хоперы, МММ и так далее. То мы, как только видим что-то, ну, скажем, необычное, более необычное, чем банальный банковский депозит с его, в общем, унылым процентом, мы начинаем тыкать пальцем и говорить, ха-ха, это пирамида. Давайте будем все-таки вточны в дефинициях. Что такое пирамида? Пирамида – это место, где вам обещают очень высокую, несравнимую с банковским депозитом доходность, и при этом ее гарантируют. На самом деле закон всех рынков, что биржевого, что валютного, заключается в одном – чем выше прибыль, тем выше риски. И всегда на этих рынках стоит вопрос о присутствии рисков. Иными словами, высокая доходность на Форексе возможна – да, сверхвысокая возможна – да, тысячи процентов возможны – да, но никто это не гарантирует, и риски вы несете, соответственно, с теми суммами, с теми инвестициями, которые мы сделали. Вот это признак пирамиды, а вовсе не сам факт, что здесь вам обещают, что здесь есть инструменты, чтобы обогатиться. Если вам гарантируют, что вы обогатитесь – да, это пирамида, однозначно. Поэтому главный признак пирамиды – невысокая прибыль. Главный признак пирамиды – уверение в том, что ваши инвестиции защищены, и уверение в том, что прибыль гарантирована. До сих пор я часто встречаю на сайтах финансовых компаний с ног сшибательные цифры. А что такое с ног сшибательные цифры? Это даже не 300%, 30% годовых – это по понятиям мирового финансового рынка с ног сшибательная цифра с точки зрения прибыли. И когда компания говорит о том, что она гарантирует эту прибыльность, причем уже неважно, форекс-компания это или еще какая-то другая, это откровенное жульничество, ну или просто авантюризм, что, может быть, эта компания честно рассчитывает каким-то образом суметь успеть обернуться с этими деньгами так, чтобы своим клиентам выплатить подобную прибыль. Но это чистая авантюра, она может просто не получиться, тогда вас просто кинуты обмануты. Закон на все, что не нарушает закон. Соответственно, форекс – это такой же финансовый рынок, как и все остальные. Просто он спекулятивный. Возможно, бросая арку в первый вопрос, люди, которым внушали много лет, что спекуляции – это что-то, за что можно попасть в тюрьму, до сих пор экстраполирует вот этот свой опыт поколенческий на все те действия, которые так или иначе рынок в форекс способствует и сопутствует. В общем, поэтому закон на все. Только нужно не нарушать закон. Нужно, соответственно, если мы говорим со стороны индустрии, то нужно уведомить клиента о потенциальных возможностях и потенциальных опасностях рынка финансового, взять с него, соответственно, подпись по уведомлению о рисках, предоставить ему качественное клиентское сопровождение, научить его или обучить его, если он чему-то хочет научиться или обучиться, соответственно, дать качественную аналитическую поддержку, но и, разумеется, вовремя и грамотно исполнять его заявки. Я остаюсь противник, но скорее не форекса, а скорее вот тех практик, которые, к сожалению, были на российском форекс-рынке. То есть, что я имею в виду, это прямой конфликт интереса с клиентами. То есть, когда компания открывает позиции против клиента, соответственно, так называемый бибук, то есть, в терминологических каких-то понятиях. То есть, что это такое? Это когда компания, соответственно, стоит против клиента, клиент открывает позицию, компания открывает позицию против него, то есть, не идет никакого хеджинга этой позиции на других поставщиков, да, со стороны компании. То есть, компания, по сути, берет на себя вот этот риск против клиента, но, соответственно, зарабатывает больше, поскольку большинство частных инвесторов, как правило, ошибаются на рынке. На сегодняшний день зарегистрировано 6 рамочных договоров. Еще ждем рамочных договоров от двух компаний, которые должны представить его в ассоциации форекс-дилеров, открыть номинальный счет в кредитной организации. Уже после этого они могут начать привлекать клиентов в российские компании. Это, конечно, безусловно, очень серьезный шаг вперед. Действительно, мы долго ждали этого момента, когда компании смогут начать работать именно в российской юрисдикции. Эти компании имеют право размещать рекламу, как в сети интернет, так и наружную рекламу. Значит, но при этом мы понимаем, что рынок сейчас, вот, скажем так, разделен на две части, да, регулируемый рынок и нерегулируемый рынок. Пока мы, с точки зрения количества компаний, в меньшинстве, но при этом мы понимаем, что 200 компаний, которые не имеют лицензии форекс-дилеров, продолжают привлекать российских клиентов. Безусловно, для нас это является серьезным, скажем так, шагом, направленным на борьбу с этими недобросовестными участниками. Кроме того, есть еще один забавный миф. Очень часто люди путают сам рынок форекс и форекс-трейдинг, то есть возможность через форекс-дилера торговать на рынке форекс. Сам рынок форекс, ну уж никак не пирамида. Более того, каждый из вас, даже если вы относитесь к форексу, мягко говоря, со скептицизмом, на самом деле торговали на этом рынке. У меня были случаи, когда знакомый какой-нибудь говорит, да вы что, форекс, это вообще для меня невозможно, неприемлемо. И я говорю, ну ты же совершал на него операции. Человек утверждает, что нет. Ты выезжал за границу? Выезжал. Ты перед выездом за границу заходил в обменник и менял одну валюту на другую? Да, менял. Вот это и есть уже операция на рынке форекс, потому что рынок форекс, это рынок валютной конвертации, валютного оборота всего мира. И в день его оборот составляет около 5 триллионов долларов. Все финансовые операции, связанные с перекладкой из одной валюты в другую, это и есть рынок форекс. Другое дело, что форекс-дилер дает вам возможность не просто поменять одну валюту на другую, а предоставляет кредитное плечо, которое в разы в 10, 25, 50 или в 100 раз, а иногда и более, увеличивает вашу возможность. Поэтому прибыль становится, в случае, если курс валюты, который вы купили, растет с ног сшибательной, но и убыток становится очень значимым, в разы больше, чем само колебание. Вот, собственно, механизм рынка форекс. Но это никак не пирамида. Пирамидой могут быть компании, которые на нем работают, и 100% гарантируют вам прибыль.